Петр Прекрасный день сегодня, Петр Как там наши? Ваша дочь Лиля, Алан Гуранович, пошла прогуляться Я думаю, все началось с тех пор, как она остригла свои волосы Петр Как онracinал себе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Держи, товар на месте Я все поняла, я пошла Прости, я не смогу тебя проводить, буквально опился пиво До встречи Угу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лиля, Лиля, иди скорее к нам Привет, привет, привет Я уж думала, ты заблудилась Небось, цыгане в Москве уже не поют таких песен, а невеста? Ужасно хочу есть Ужасно хочу есть Ужасно хочу есть Как мы его назовем? Лили вернулась? Да, она в ванной. Ну вот, все снова в сборе, команда готова. Прошу всех на борт. Роса, не беги. Рогулка продолжается. Антос, дай руку кириш. Да, Саша, помоги-ка. Так, осторожно. Осторожно, на трапе. Ромалы, Ромалы. Я хочу выпить этот бокал за вас. За тебя, Аллан. За тебя, Мария. Вы самые близкие мне люди. Ваша семья большой, теплый остров вдали от меня. Но и на расстоянии я чувствую, что мы одно целое. Я пью за тебя, Антос. Я верю, что твой отец найдет в тебя надежную опору. Кириш, ну и погуляем у тебя на свадьбе. За тебя, Лилия. За тебя, маленькая. Счастья вам. Спасибо, что не забыли старого друга и приехали к нему в юбилей. Товес Бахталорова. Спасибо. Будь здоров, дядя Гробкин. До встречи, Москва. Продолжение следует... Продолжение следует... Ни за что не прощу, что не взяли с собой Патрину. Как вышло, не обижайся. Ничего, скоро я сам приеду. Да, это так. Жениха Кириш сам подольки подведу, а, Алла? Да, конечно, дорогой. Господи, как хорошо у тебя, Грофу. Будь счастлив, дорогой. Поверь, Мария, когда вы рядом, это не так уж невозможно. Грофу предложил тост за твое счастье. Спасибо. Ты не заболела, дочка? Нет, я просто устала. Может быть, тебя утомила твоя прогулка? Нет. Где гуляла, что видела? Тебя ведь долго не было. У меня была назначена встреча. С покойником? Я не знаю, о чем ты говоришь, Тату. Знаешь, Морощей. Я могу по минутам рассказать тебе весь твой день. Я капитан. Молодец, Роса. Только вперед. Я хочу тебе сказать, товар, который ты должна была привезти в Москву, уже не лежит в камере хранения. Ты очень огорчила своего Тату, Морщей. Тату. Твои дружки зря рассчитывали на тебя в этот раз. Ведь ты это делаешь не впервые, верно? Тату. И этого покойника из хроники происшествия ты знаешь давно. Недаром ты зачистила в последнее время в Афины к дяде Крофу. Нет, Тату. Зачем ты это сделал? Они же теперь убьют меня. Или запомни, если ты когда-нибудь вздумаешь заработать на наркотиках, перед тобой всегда будет новый труп. Это я тебе говорю, Алан Чукеши. Алан Чукеши. Мария, я думаю, что Лиле надо временно пожить у нас. Ура! Правильно. Хватит ей жить как шлюхи. Антос. Что Антос? А зачем ей после развода понадобилось жить в отдельной квартире? Или мы все будем прикидываться детьми? Перестань. Лиля, я думаю, так будет лучше. Хорошо, Тату. Спасибо, мамочка. Я больше не хочу. Соскучилась по дому, а, Роса? Конечно. Мама, я тоже хочу. Переш, не дури, стой прямо. Пусть она и лезет в это дурацкое платье. Не хочу, оно все колется. Ага, глупые девчонки. Лиля, не сиди с лажа руки, помоги мне. Да-да-да-да-да. Невеста, 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 невеста. Что тебе нужно? А что, я не могу перед сном пожелать спокойной ночи любимому отчему? Для этого можно было выбрать халат и поскромнее. Не беспокойся. Сейчас все крутится вокруг Кириша, никому нет дела до нас. Иди спать, Патрина. Я пойду. Сейчас же пойду, как только узнаю, для кого ты освободил квартиру своей дочери. С какой шлюхой ты собираешься там встречаться? Уходи. Глядите-ка. Алан Чукеще струсил. Алан Чукеще пасует перед женщиной? Или уже нет сил в этих руках? Тройте отсюда! Я знаю, тебя мучает совесть, потому что я твоя пачерица. Но мне на это наплевать. Как дряхлый одинокий старик. Как кончают жизнь трусы. Спокойной ночи, папочка. Алан Чукеще приехал. Алан Чукеще приехал. А ну, стыда ты. Убью тебя, еще раз увижу свино. Таэс бахталором, Алле. Кай хозяином. Здравствуйте. Как поживаете? Таэс бахталор. Алла. Здравствуйте. Прошу, прошу. Так вот, бабочки, в дипломате, которые взяли в том Мерседесе, находились важные бумаги. Их ищет уже не только милиция. Это дело очень серьезное, бабочки. Иначе я не стал бы вмешиваться. Ты и сам понимаешь, что нельзя доводить до обыска. Ведь если в поселке появится милиция, то каждый из твоих сядет на нары, а ваших жен и детей выкинут на улицу, как мусор. Люди, которые обратились ко мне, не хотят вам зла. Вручаю, что если бумаги вернутся, вас никто не тронет. А откуда менты знают, что это сделал кто-то из наших? Бабыч, твое слово говори. Сукины дети. Что тут скажешь? Разберемся. Надо разобраться. Да, бабыч, не забыл, завтра свадьба у моей дочери. Будем, обязательно будем. Что такое, Аллан? Куда ты собрался? Не успел сесть и уже встаешь. Спасибо, Соня, спешу. Да куда ты спешишь, Маре? Отстань. Чего отстань? Все мало, счастья вам. Жду завтра у себя дома. Здорово, Соня. Здорово, Соня. Ну что, бабыч? Если мои взяли, завтра же все верно. Гляди-ка, бабыч, Аллан стал уже поучать, как тебе жить. Это твое дело. Виктор Иванович, Лиля приехала к отцу. И телефон не подходит. Омченко, напряги мозги. Сейчас в стране очень много безработных. Лиля, ты еще не одета? В доме полно гостей. О чем ты думаешь? Сейчас. О, бабыч, дорогой гость. Привет, бабыч, добро пожаловать. Дорогие гости, какая честь. Рад тебя видеть. Антош, проводи гостей. Прошу вас. Мальчики, лед поставили? Да, поставили. Ну, прекрасно. Аллан не появился? Не знаю, куда он пропал. Пора бы, губы. Наверное, какой-нибудь шлюхе помчался. Вот дать бы тебе по губам. Мама, Кириш на платье вино пролила. Яй, дэвла, я с ума с вами сойду. Кириш! Здрасте. Все в порядке? Да, Владимир Ильич. Здрасте. А вам поздравляю. Да. Аллан, ну что случилось? Извини, завертелся с делами. Выехали? Да, через пять минут будут здесь. Не жмут? Спасибо. Как, Кириш? Чуть платье вино мне завела. Зайдешь к ней? Конечно. Ты готова? С минуты на минуту. Твой будущий муж приедет. Да что с тобой? Скажи, Тату, если мне там будет плохо, ты заберешь меня к себе обратно? Я не думаю, что там тебе будет плохо. Сыну отличный парень, и он не даст тебя в обиду. Мама сказала, что теперь мой дом там, и мне нельзя думать о том, чтобы бросить его и уйти. Ты ведь не думаешь, что мы желаем тебе плохого? Там будет твоя новая семья, твой муж, твой дом, там и родятся твои дети. Ты уже не сможешь думать только о себе, а, Кириш? Верно? Нет. Ты пообещай, что если мне там будет плохо, ты заберешь меня назад. Хорошо, доченька, это я тебе обещаю. Ой, да небудитель, думай, мам, молодой. О, да, пока солнышко щиялое не взойдет. 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 О, да, пока солнушко щиялое не взойдет. О, да, пока солнышко щиялое не взойдет. О, да, пока солнышко пришлое не взойдет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дура Дура Поверьте, я не хотел. Я не хотел. Поверьте, я не хотел. Простите. Поднимись, майор. Я знаю, ты не хотел. Забудем. Пойдем, ромалы, выпьем. Все-таки сегодня праздник в моем доме. Неохота тебе заниматься этим ночью при всем. Не хотел бы иметь такого кровника. Ого! Дороженька, делай все. Чего? Вставай, хватит лежать! Сейчас. От тебя пахнет вином От тебя тоже Ты теперь моя, а я твой хозяин, на всю жизнь, поняла? Дурак Что? А ну-ка, сними с меня ботинки Знаешь, что у меня есть? Что? Сейчас покажу Витала Глупости все это, спать пора Дура, он же настоящий Дура, он же настоящий Что? 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 Куда? Куда? Я А 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 Ну-ка Ну, тогда смотри. Ну, да ничего, принц, я за тебя из этого гнуса самовар сделаю. Будет знать, как моих корешей задевать. Навек запомнит. Ты думаешь, рыжий понтярщик? Открыть уходку будет... Да ты что, может, у тебя мандраж? Я же с тобой, принц, все будет путем. Я же с тобой, принц, все будет путем. Я же с тобой, принц, все будет путем. В небесах зажглась луна, ой-ой-ой. Табор поле, поле осветила. Песня воля, поля осветила. Песня, песня, поля осветила. Песня воля, плыла. Призадумался над песней, И юность промелькнула, вдруг вспомнил ту, ту, что песню пела, вспомнил первую любовь. Спасибо, Мария. Это стоит жизни. Спасибо, Мария. Это стоит жизни. Даже хмель-кот прошел. Большое дело хмель. Это мы мигом восстановим. Не-не-не. Я все. Гомченко. Я здесь. Контакт. Спасибо, Патрина. Я этого не стою. Спасибо. А Лилия так к нам и не вышла. Спасибо, Мария. Приезжай, мой дорогой. Привет, Афинам Грофу. Служба, служба, Гроф. Понимаю. Петр, скажи, это правда, что ты выбиваешь 93 из 100? Что делать? Стар стал, рука уже не та. Слушай, отдай ему мне Аллан, а. Я определю его в охрану президента. А ты спроси у него, пойдет он. Берегите себя. Прощай, дорогой. Вперед. Счастливого путешествия вас. А вдруг передумаешь? Возвращайся. Ну, не грусти, Мария. Теперь жди внуков. А ты все выбираешь, красавица. Да, Грофу. Смотри, не опоздай. Уж лучше опоздать, чем пустяком утешиться. Ну, что с ним будем делать, принц? Ты чурка, гнилое племя Проклятые чуркеси Бравый принц Бравый принц В Argentной Бравыйci Бравый prestй Ходить Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Обещаю. Олон, твое слово для нас. Валюта. Сейчас я хочу увидеть Антаса. Хомченко! Мария там с ума сходит. Проводите. Вперед. Направо. Кто снял святую Марию? Марию какую-то. Разберемся. Здравствуй. Здравствуй, Татал. Что ты молчишь? Ну, что ты молчишь? Пришел и молчишь. Ведь этот подонок на глазах у всех ударил тебя по лицу. Он ударил тебя. И теперь об этом знают все ромалы. Все знают, что твоя власть кончается. Раз тебя можно ударить и остаться в живых. Ты не имел права его наказывать, потому что я его простил. Ерунда! Стоит только раз простить и все. А этот, сынок, уже только мое дело. Нет, не только твое. Потому что я твой наследник. По всем делам. И позор твоих пощечин перейдет тоже ко мне. Только я мог решить и жить, майору или нет. А тебе, чтобы унаследовать позор моих пощечин, нужно еще умудриться не стать покойником. Не сориентировались. Извиняемся. Бабыч не успокоится, пока не убьет тебя. Ведь Майер его племянник. И он будет мстить за него, потому что чувствует себя правым. А ты? Я знаю, что я прав, спасая тебя. Но я не хотел убивать его. Я хотел только проучить. А потом, когда увидел его, у меня все внутри вскипело. Я не выдержал. Есть только один выход. Собрать цыганский суд. Пусть там решают, кто убил Майера. Ты или твой напарник. Но ведь там мне придется давать клятву. Да, придется. Но и ты хочешь жить, сынок. С приездом. Я не виновата. Я здесь ни при чем. Конечно. Сейчас нам все расскажут. И про Грецию, и про Люкову. И про Майера. И про Грецию, и про Люкée. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нет, уважаемые, не видела, чего не видела, того не видела, врать не буду Ладно, садись Да эти чекищи вообще себе что угодно позволяют, клянусь Вы посмотрите на ихнюю дочь Обрезала себе волосы и ходит, как последняя проститутка, а, Ромалы? И даже на свадьбах у них жених с невестой прилет належется Хватит, замолчи Тихо, 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 Ромалы, тихо, тихо Мы выслушали одну сторону свидетелей Мы выслушали другую сторону Но мы должны выслушать еще одного человека Отца молодого Чокещи Алана Чокещи Да что он скажет? Он же своего сына будет выгораживать Ромалы, у нас случилось большое горе Мы потеряли Майера Это горе для его семьи, близких Но для меня это двойная трагедия Потому что мой сын оказался замешан в этой дикой истории Да, мой сын виноват Но в чем, Ромалы? В том, что захотел защитить честь отца Поставить на место человека, оскорбившего его дом В этом его страшная вина перед вами Я вас спрашиваю, Ромалы Среди ваших детей найдутся такие, которые поступят иначе? Нет А если найдутся, то это будут уже не цыгане Антос виноват лишь в том, что ослушался своего отца Я простил Майера Я не хотел ссоры между нами, цыганами Кровь рождает кровь, рождает безумие Это у нас, у людей в возрасте С годами кровь течет спокойно, ровно Что делать, если у наших детей кровь так горяча? Кровь стынет у мертвых И у Майера она уже остыла Ты прав, бабыч Если мой сын виноват, то и у него остынет кровь Но после того, как вина его будет доказана Что убил Майера Антоса Нигажжо Даю вам слово, слово Алана Чукеши Что тогда он понесет наказание, которое вы ему назначите Да пускай поглянется на иконе Ромалы У нас нет твердых доказательств Виновности Ни Антоса Чукеши Ни Гачус В такие минуты В минуты сомнений Мы всегда, Ромалы, обращаемся к Богу Обратимся же к нему и сейчас Только он один Знает истину И всем воздаст По заслугам Антос Чукеши Готов ли ты Перед святой иконой Господа Бога Дать клятву Своей невиновности Да, я готов Внесите икону Господи, спаси и сохрани Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Клянусь, я не убивал Майера Его убил Гаджо Субтитры создавал DimaTorzok Вот, как ты любишь Спасибо Аллан Ты мог бы меня отпустить с Лилей? Куда? К ней на квартиру Я хочу жить с ней С чего бы это? Я всегда думал Что ты ее не очень любишь Раньше мне казалось Что ты ее любишь больше, чем меня Это у меня осталось с детства Но потом я поняла Но потом я поняла, что все это глупости Мы ведь даже похожи с ней А как же мать? Скажу, что поживу немного у сестры Что в этом дурного? Все же что-то случилось Я тебя видел на суде Твоя семья для тебя Слишком много значит Все Я этого не понимаю и боюсь Я хочу уйти, чтобы не начать ненавидеть тебя Антос Ты не видел Игоря с Росой? Час назад ушли гулять И до сих пор их нет Аллан Аллан Ты Игоря никуда не посылал? Субтитры добавил DimaTorzok Ля-ля. Ля-ля. Где? Где? Где Росха? Что случилось, Тату? Они звонили тебе. Ведь они должны были обязательно звонить. Что им нужно? Выкуп, дом говори! Таточка, я ничего не знаю! Говори, ведь они тебе звонили! Зачем им, Роса, зачем? Тату опомнит, я клянусь, я ничего не знаю! Пусть верну трусу! Пусть верну трусу! Где Виктор Иванович? Добрый вечер! Вы по делу Роща Кищи? Мне нужен Виктор Иванович! Его сегодня не будет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотри не переборщи В самый раз, чтобы не окочурилась Следующий сеанс через пару часов Завтра к вечеру клиентку можно будет выписывать Завтра к вечеру клиентка 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 Ай! Тату Я здесь, здесь, Мурещий Где Мария? Лили с ней Принесите Росе вина, ей нужно пить вино Ей очень больно Заходи, Петр Садись Значит, ты и до меня добрался, да? Похоже, я тебя не зря К себе приглашал Я решил позвонить вам и поговорить с вами наедине Наедине? Иди сюда Наедине я боюсь Я боюсь, понимаешь? Вот так мне как-то Спокойнее Ну говори, цыган, говори Я знаю, что мне не уйти отсюда живым, именно поэтому я и пришел Чтобы умереть? Да Я хочу, чтобы ты мне поверил Твой товар уничтожен в Афинах, у Алана его нет Алана тебе ничего не знает, я ему не сказал, потому что не хочу больше крови Товара у него нет Убей меня и оставь в покое его семью Беги Чего-то вы не понимаете А сорок миллионов долларов? Чурки вы, сраные Чурки вы сраные Копытков. Как только я уйду, можешь начинать. Помогите, помогите, человек, Купол! Купол! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Тату, ты хотел спасти жизнь своему сыну, да? Так лучше бы ты его убил. Потому что твой сын каждый день проклинает тебя. И ту жизнь, которую ты ему спас. Из-за тебя Бог нас всех проклял. Антос, мама! Мария! Кури, кури мне уже лучше. Не хочу. Кириш с сыну звонили. Они завтра едут в табор. И нас приглашали. Отлично, вот и поедем. Нет, ты езжай с Россой, а я останусь дома. А говорила, что тебе лучше? Лучше. Правда, лучше. Напугала я вас. А сама не испугалась? Да нет. Просто вдруг так стало больно и стыдно. За меня? За детей. Ты не думай об этом, Мария. Не жалей меня, не надо. У меня с Богом своя беседа. И не обязательно, чтобы об этом знали дети. В последнее время я как будто уснул или умер. сегодня Антес разбудил меня. Ну, может быть, я все это и придумал. Может, мне следовало бы жить по-другому, как-то иначе. И, может быть, и ты, и дети были бы более счастливы, как знать. Но я таков, каков есть. И жизнь у меня одна переделывать пост. Когда-нибудь дети поймут, что все это только ради них. все будет хорошо, Мария. Ура! Мы едем в табор! Тебе удобно ехать далеко? Да, да, да. Завтра утром я вернусь. А вы дозвоните до Грофу. Пусть он подыщет тебе работу. Вот и на два, и на три. Как он сам решит. Скажи, я просил. Может, все-таки поедешь? Езжай, Аллен, езжай. Ладно, поехал. До завтра, Тату. До завтра. Мама, до свидания. До свидания. Знаешь, мы ведь с твоим отцом вот здесь и познакомились. давно-давно. Зачем ты позвонил? Соскучился. Не веришь? Тебе. Мне. Мне. Именно мне и нужно верить. Что тебе еще надо? Что тебе надо еще после того, что ты сделал с Россой, с Петром и со мной? Ты думаешь, ты от этого стал опаснее и страшней? Я тебе ничего не должна. Ну, как ты можешь, Господи? Ну, что значит должна? Ну, конечно, ты ничего не должна. Ты просто иногда выполняла мои просьбы. Тебе здесь относятся, как хозяйки. Ну, наверное, после Аллы все это останется тебе. Что? Я игрок. И как каждый уважающий себя игрок, я должен делать ответные ходы. Алан виноват. И ты должна уговорить его отдать деньги за товар всем. Знаешь, что я тебе скажу? Плохи твои дела. Тебе не справиться с отцом. Ты сказал, что здесь когда-то все станет моим. Здесь давно все мое. Потому что я с отцом одно целое. Вам пора. Ресторан закрывается. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ EUA РУССКОМ ЯЗЫКЕ Знакомая песня. Песня эта наша старинная, таборная. Как тебе ее не признать? Когда мы с Марией были молоды, мы думали, что это только наша песня, и ничья была. Дошли до нас слухи, что неспокойно было у тебя в семье. Ничего, наверное, все обойдется. Что-то мне не нравится, как ты это сказал, Аллан. Хорошо-то, как здесь, Няне. Ты не только здесь, ты везде, а повсюду. Ну, чертовка, вылитый, Аллан. Аллан. Ай, сладкая моя, ай, моя, вот подарок-то отцу. Что за подарок? Да быть тебе, дедом, скорость, а? Что? Вот ведь. Кивиш, сыно, идите же ко мне, мои дорогие. Сыно, сынок, сейчас же еду за Марией. Ромале, у меня будет внук! Только машину я поведу. Ты, конечно, ты. Алан, погоди. Хочу сказать тебе что-то важное. Погадать мне хочешь? Не хочу тебе гадать, хочу правду сказать. Беда тебя ждет, Алан. Вижу, не в силах я тебя от дороги твоею держать. Успокойся, нене, успокойся. Все будет хорошо. К утру вернусь с Марией. Жди нас. Смотри, чтобы Росса на траве не уснула. В таборе не на улице. Классная тачка. Неплохая. Я себе через год такую же возьму, буду Кириш с сыном возить. А деньги будут? Будут. А не будут, я у тебя займу. Что, не дашь? Конечно. С дорожного встречного. Ага, вижу. Его гонят. На первой столбой, это точно. Давай поменяемся местами. Кто это? Сейчас узнаешь. Живо на заднее сиденье. Что? Живо на заднее сиденье, я сказал. Ляг и на пол. Лучше под ковриком. Здорово, Алла. Чуть не разминулись, черт возьми. Привет, Виктор Иванович. Я же тебе в табор ехал. Дома сказать, что ты уехал отдыхать. А старого друг не пригласил. Эх, нехорошо. Я и не знал, что ты хочешь в табор. С детства мечтаю. Ну что, мы так и будем ехать и разговаривать? Как хочешь. Давай на обочину. Сыну, незаметно открой дверь и беги в лес. Как сыну прошу. А ты куда? Ты первая начала, Алла. Извини, что так получилось. Две гитары за стеной, жалобно завыли. Жених. Две гитары за стеной, жалобно завыли. Тату, 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 что с тобой? Тату, вставай. Тату, таточку, тату, таточку, вставай. Тату, 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 вставай. Тату. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok